Здарова! Я запускаю новую рубрику стейкинг монеты Tron на личном кошельке, на кошельке TronLink. Сегодня в этом видео мы с вами создадим кошелек TronLink, пополним этот кошелек и отправим монеты в работу, то есть в заморозку, в стейкинг, другими словами. Я покажу как это все делать, потому что в течение двух месяцев я тестировал как происходит стейкинг Tron на TronLink. Все вот эти тонкости, пробы, ошибки какие-то делал, все уже знаю и готов делиться своими знаниями с вами. И сейчас запускаю новую регулярную рубрику стейкинг Tron на кошельке TronLink. Я расписал для себя как я буду двигаться, потому что я начинаю свой путь с тысячи монет Tron. И в течение года я планирую дойти до 10 тысяч Tron, то есть ничего не буду снимать с кошелька, все будет идти в реинвест. И мы идем с вами к 10 тысячам Tron. У меня уже все расписано по месяцам, как я буду действовать. Это будет и стейкинг, и периодически я буду закупать новые монеты, чтобы увеличивать свой стейкинг. Так что путь к 10 тысячам Tron объявляю открытым. Ну а сейчас давайте переносимся на экран и я покажу как запустить стейкинг. Как создать кошелек и начать стейкать Tron. Погнали! Есть два способа, как установить приложение TronLink. Способ первый. Переходим на официальный сайт tronlink.org. И здесь у нас есть прямые ссылки на скачивание на Android, на iOS и на Google Chrome. Можем нажать сюда и нас перекидывает в магазин Google Chrome. Или идем в дополнительные инструменты. Расширение. Магазин Google Chrome. И в поиске прописываем TronLink. Вот нужный нам TronLink. Нажимаем на него и нажимаем кнопку «Встановить». Установить разрешение. Приложение TronLink успешно установлено. Если в правом верхнем углу у вас не отображается логотип кошелька TronLink, нажимаем сюда и закрепляем данное приложение. Все, вот оно. Нажимаем. И сейчас нам надо придумать сложный пароль для нашего кошелька. Следующий шаг. Так как мы создаем новый кошелек, нажимаем сюда «Create» — «Создать новый кошелек». В этом поле придумываем название для нашего кошелька. А вот здесь нам предоставляют нашу сид фразу, нашу парольную фразу к нашему кошельку. Эту фразу обязательно записать и хранить в надежном месте, потому что потеряв эту фразу, мы потеряем доступ к своему кошельку. Или потеряв где-то кошелек, мы можем с легкостью восстановить его с помощью данной фразы. Так что эту фразу обязательно сохраняем. В следующем поле нам надо расположить нашу парольную фразу в том порядке, в котором мы ее записали. Я все сделал, нажимаю «Confirm». И вот на этом все, кошелек TronLink создан. Сейчас осталось только пополнить данный кошелек и уже можно приступать к стейкингу. Сейчас я отправлю на этот адрес монетки Tron. Так, видим, баланс кошелька пополнен и на балансе есть 1001 монетка TRX. Сейчас будем отправлять их в работу, то есть замораживать и отправлять в стейкинг. Нажимаем сюда кнопку «Freeze». Нас перекидывает на блокчейн Tron. Далее нажимаем кнопку «Актив». И здесь у нас есть два ресурса. Энергия и пропускная способность. Что это такое и на что оно влияет, я буду рассказывать уже в следующих видео. Сейчас просто отправляем работу. Напротив энергии нажимаю «Получить». Здесь также надо выбрать «Энергия». Количество Tron. Все. Принимаем условия. Нажимаем «Заморозить». Подтверждаем действие по TronLink. Токены успешно заморожены. Нажимаем «Ок». И сейчас мы видим, что мой баланс энергии пополнен. Энергия и пропускная способность, они служат для того, чтобы в дальнейшем, в будущем, я мог переводить монеты в сети Tron без комиссий. Но это я расскажу в следующих видео. Так, сейчас мы застейкали, получается, 1000 и 1 Tron. Взамен мы получили голоса. Для того, чтобы получать в дальнейшем ежедневные вознаграждения, сейчас эти голоса также надо отправить в работу. То есть проголосовать. Идем в раздел «Комитет». Нажимаем на пункт «Голоса». И здесь мы видим различных представителей. За кого-то из них нам надо проголосовать, чтобы присоединиться к этой команде и получать в дальнейшем вознаграждение. Здесь мы видим название. Есть Binance, есть Polonyx, есть разные-разные представители. Вот здесь мы видим, сколько к ним присоединилось, сколько голосов. Ну, сколько... Один голос — это один Tron. Ну и последняя колонка — это годовой процент, годовая доходность. За кого голосовать, где больше всего я буду получать, я смотрю вот на этом сайте. Ссылку на него я оставлю в описании. Просто вот здесь прописываем количество голосов. У меня это 1001. И нажимаем «Показать». Если я вступлю к этим ребятам, я буду получать 0.19 Tron в день. У этих 0.15. Ну, есть среди этих всех ребят один мой любимчик. Давайте мы сейчас их найдем, с кем я всегда работаю. Если я присоединюсь к Binance, я буду получать всего 0.16. Вот у нас есть Polonyx 0.18. Но я всегда работаю вот с этими ребятами, потому что я тестировал два месяца различных. И вот эти ребята мне больше всего нравятся. Bitguild. Или, может, я неправильно произношу название. Здесь я буду получать 0.19 в день. Нажимаю здесь «Голосовать». Ищу ребят в списке. Вот они. И нажимаю «Плюс». Добавляю все доступные голоса. Кстати, здесь можно немножко здесь отдать, немножко здесь. Но, конечно же, я не вижу смысла. Я все отдаю в эту команду. Нажимаем «Голосовать». Еще раз подтверждаем все по TronLink. Спасибо за ваш голос. Да не за что. Все, ребят. Стейкинг запущен. И сейчас я регулярно буду получать вознаграждение в монетке Tron. Несколько раз в сутки это все начисляется. Первый результат, первый итог мы уже очень скоро с вами подведем. Потому что на протяжении двух месяцев я уже веду статистику. Начинал я с 686 монет, потом 916. И сейчас на YouTube я уже стартую с 1000 монет. И сейчас я ежемесячно буду делать отчет, как ведет себя мой стейкинг. И как я уже заявил, я иду к 10 тысячам Tron. Но обо всех тонкостях, о доходности стейкинга монеты Tron я уже буду рассказывать в следующих видео. Сегодня у нас была вот такая просто инструкция. Как скачать, как настроить, как запустить. Все, если видео для вас было полезно, поставьте лайк. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях под видео. Ну и если вы еще не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь. Потому что сейчас я регулярно буду вести вот эту рубрику. И показывать результаты по стейкингу монеты Tron. Всем пока.